Привет, Олег, Бирхантер. А вы знали, что Мамба не выдерживает планки в 200 фунтов? Я тоже этого не знал. А вот оно как оказывается. Получается, что я вам врал, с помощью подлогов и видеомонтажа доказывал вам, что такая Мамба существует и она нормально работает, а вы уверены, что там действительно были усиленные плечи? Сегодня будет весьма щепетильная тема. Давайте разбираться. Периодически в Бирхантер звонят люди и говорят, что купили планки на 200 фунтов, а у них разлетелся арбалет. Как так? Это при том, что все арбалеты перед отправкой обязательно проверяются. Кстати, поэтому на новеньком купленном вами арбалете могут быть какие-нибудь незначительные следы эксплуатации. Это как раз-таки следствие того самого проверочного выстрела. Давайте подумаем логически. Если арбалет не выдерживает планки на 200 фунтов, то зачем магазину продавать эти планки? Это скорее выгодно конкурентам. Можно привезти такую партию, как-то расфорсить ее, распродать, и потом полить и лелеять все вот эти вот гневные комментарии, которые польются на то, что арбалет говно, и он ломается от усиленных планок. Но вы можете зайти на сайт Бирхантера, и там вы увидите и арбалет мамба, и планки для него. Саботаж! Бирхантер тратит много ресурсов на создание и продвижение своих товаров. Конечно, вряд ли обычный покупатель поймет, сколько сил, денег и труда нужно для того, чтобы вывести продукт на рынок. Канал поставки наладь. Айтишнику заплати, фотографу заплати, чтобы он сделал красивые, сочные фотографии. Этому же айтишнику эти фотографии отдай, чтобы он их разместил на сайте. Потом заплати еще отдельно для того, чтобы эта страница с этим товаром как-то аранжировалась. С блогерами договорись. Сам видео начни снимать. С дилерами контакты наладь. Сертификаты получи. Маркетинговую кампанию составь. В общем, это не так просто, как кажется. И это ни разу вам нужно делать. Нужно постоянно, постоянно. Короче, это как большой тяжелый поезд, в который нужно прям очень много сил положить для того, чтобы он начал двигаться. Но зато, когда он двинется для того, чтобы его поддерживать уже, достаточно просто иногда в топочку подкидывать парочку полешек. Этого будет достаточно. А если перестать подкидывать, то поезд рано или поздно остановится. Но поскольку поезд большой и тяжелый, времени может пройти достаточно. Год, может два, может даже три. То есть инерция этого поезда пропорциональна тем усилиям, которые ты, собственно, в этот поезд закладываешь. И стоит ли тратить свои усилия на плохой и некачественный товар? И ведь стоит учитывать, что если товар плохой, если товар некачественный, то негативные отзывы за все эти года тоже будут скапливаться. Поэтому все это имеет смысл, если товар действительно хороший и качественный. И Бирхантер уже несколько лет топит за мамбу. Несколько лет раскачивает этот поезд. Так как же так получается, что арбалет, в который компания верит, арбалет, в который компания вкладывает деньги, разлетается от установки на них плеч, которые эта же компания и продает. Бирхантер разогнал этот поезд. И люди теперь хотят покупать мамбу. Люди готовы платить 30 тысяч за арбалет-пистолет. Да, кто-то скажет, что это дорого, но мир устроен не так. Это не то, что ты за 10 рублей купил, 20 продал и 10 к себе в карман положил. Есть еще куча расходов, которые должны все это перекрывать, эту саму продажу. И плюсом должно еще что-то остаться, чтобы продавец смог заработать. Иначе просто нет смысла ему ничем этим заниматься. Налоги, страховки, гарантии, амортизация, склады. Там куча-куча-куча всего, но видео у нас не об этом. Короче говоря, оказалось, что мамба ломалась только в том случае, если в Бирхантере покупали только усиленные планки. А арбалет сам брали где-то в другом месте. Бирхантер мамба выдерживает планки в 200 фунтов. Я много стрелял из этого арбалета. У нас есть, наверное, плейлист какой-нибудь на канале. Короче, ссылка на... вот тут ссылка на видео. Посмотрите, там я стреляю с мамбой на 200 фунтов. Она не разлетается, и по... ну, по проникающей видно, что это действительно усиленная мамба, а не обычная. Именно по этой причине вы можете и мамбу, и планки заказать. Вам это прям в одной коробке, в одном заказе и привезут. А какая-то другая мамба не выдерживает. Но давайте с вами подумаем. Если люди приходят именно в Бирхантер за планками на 200 фунтов, почему они не покупают их там же, где покупали сам арбалет? Возможно, возможно. Все дело в том, что там их не продают. Они продают эти планки почему? Потому что знают, что арбалеты у них не такие качественные. И не выдерживают планок в 200 фунтов. Поэтому людям приходится обращаться в Бирхантер. Она там, скорее всего, подешевле. Ну, как это и полагается для подделки. Я уже много рассказывал про формирование цены. И очевидно, что для того, чтобы цена стала меньше, нужно на чем-то сэкономить. Но проблема в том, что на маркетинге и на каких-то таких расходах ты не сэкономишь. Потому что даже если твоя мама будет стоить в три раза дешевле, никто о ней просто не узнает. В рекламу все равно придется вкладываться. Тебе все равно придется фотографировать этот арбалет. Тебе все равно придется в Индирект покупать. Ну, короче, вы поняли. Всячески продвигать свой товар. Поэтому приходится экономить на чем-то другом. Например, на материалах изготовления. Я не знаю, в чем там именно разница, но думается мне, что это те арбалеты, которые не прошли технический контроль Бирхантера. Может там раковины в литье, или может быть сплав какой-то другой некачественный. Но так или иначе, это те арбалеты, которые Бирхантер бы назвал браком и не соответствующим техническим требованиям товаром. Нам важен результат. Нам важно, чтобы арбалеты были действительно мощными. Арбалетами, с которыми вы при желании там могли поохотиться, а не просто какой-то пукалкой, каким-то пистолетиком. И именно поэтому Мамба подходит для охоты. Но именно Бирхантер Мамба. А другая Мамба, какая-то купленная в других магазинах, разлетается, стоит поставить на нее серьезные взрослые плечи. Я стрелял год назад из этого арбалета с плечами на 200 фунтов. Я много стрелял по разным предметам, так что посмотрите эти ролики, и вы сами поймете, что такое нормальная настоящая Мамба. Как понять, настоящая ли у вас Мамба? Ну, во-первых, вспомнить, где вы ее покупали. Вы могли купить ее в Бирхантере, либо у дилеров Бирхантера, да, для того, чтобы узнать, дилер или нет. Вы можете позвонить в Бирхантер и уточнить, да, является ли вот такой-то магазин в таком-то городе официальным дилером. Но главным отличием будет то, что на плечах написано Мамба. Потому что Мамба — это уже товарный знак, принадлежащий Бирхантеру. И на рукоятке должен быть шильдик, на котором будет логотип Бирхантера. Вот и все. Короче, покупайте оригинальную продукцию, и проблем у вас не будет. А я рекомендую посмотреть вот это видео.